Жители дома номер 14 по улице Дьяновых не на шутку обеспокоены. Всю придомовую территорию займет огромное здание. По документам административное. На деле, как сообщили жителям представители застройщика, магазин. Подрядчики строят, которые приходят сюда, уже раньше приходили, пытались снести деревья, перенести нашу площадку, показали нам план, показали, что вот здесь, возле подъездов будут ездить фуры разгружаться, даже ничего не скрывается. В руках у людей оказался план застройки, который ничего хорошего не сулит. Парковка будет там, вот эту площадку они хотят перенести в конец магазина, где будет, естественно, у них помойка магазинная, но все как-то вместе. Им все равно, куда перенести, главное перенести, потому что здесь им уже надо что-то начинать делать. В первую очередь людей волнует, что будет с детской площадкой. Она здесь одна на несколько домов. В течение месяца качели и горки пытались демонтировать несколько раз. Вчера уже приехали рабочие нахрапом, брать нас силой и сносить эту площадку. Пришлось звонить в администрацию, просить этот вопрос как-то урегулировать, перенести на сегодня. Без согласования, без всего. То есть есть какая-то отписка о том, что якобы согласован перенос, но нет плана переноса площадки. Вопрос вообще, как это согласование прошло в нашей администрации. Чтобы решить судьбу детской площадки, жители пригласили представителей мэрии. Павлу Соколову рассказали, во что на деле может превратиться этот двор, если начнется строительство. Хотя сомнений, что здесь будет именно административное здание, у чиновников нет. Магазин здесь может возникнуть только впоследствии при смене разрешенного использования. Смена разрешенного использования – это процедура, которая предусматривается в общественной слушании. То есть если жители выступят единым фронтом, правят свою позицию о том, что они не хотят, чтобы здесь был магазин, то, соответственно, администрация примет решение, что здесь не менять вид разрешенного использования, а ставить административное здание. Интересы жителей дома номер 16 тоже затронуты. Около двухэтажки останется только маленький пятачок земли. Какой будет здесь жизнь, люди даже боятся представить. И вот что предлагают чиновникам. Я бы хотела им предложить пожить на нашем месте хотя бы какое-то время, чтобы они поняли всю эту ситуацию безысходную. То есть они нас загоняют как бы вот в угол, который не подышать, не пройти, не проехать. Им бы так пожить, как мы сейчас будем жить, если возведут это здание. Проверить законность оснований для какого бы то ни было здесь строительства, РТВ Ивановцы намерены с помощью прокуратуры. Кроме того, они направили обращение в приемную президента страны. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново.